ПЕСНЯ Я в шутку. Иногда все люди говорят, что рождение – это первый шаг к смерти. Может, это и верно. В нашей полной относительности человеческой жизни. А что разделяет эти два самых важных и судебоносных шага? ПЕСНЯ Человек начинает этот нескончаемый, длинную, целую жизнь марафон, как только он познает науку. ПЕСНЯ Нам нужны мощные комфортабельные лимузины, сверхзвуковые самолеты и стремительно мчащиеся поезда. Нам надо успеть постараться быть первыми. Мы не имеем права на опоздание или задержку. Мы убежим, не всегда осознавая конечные цели своего забега. Мы всегда знаем, что произойдет потом, когда этот цель будет достигнута. И такие плоды, а на этот цель сулит завоевавшему ее близким людям, целой стране, всему миру. ПЕСНЯ Далеко не всегда мы можем увидеть плоды своей деятельности полным, неограниченным во времени вместе с обывающим масштабом. Да и в силах ли мы остановиться, поглядеться, когда сзади подпирают, могут обойти на вираже, отодвинуться на завоеванных позициях? Нет, нам надо бежать, бежать еще быстрее, чтобы еще что-нибудь успеть совершить, пока не достигнет нас тот самый последний шаг в жизни. И все-таки давайте попробуем остановиться на каких-то 50 минут и оглянуться вокруг, на окружающий нас мир, нашу природу. На то, что находится совсем рядом, но на бегу, в суете и повседневных заботах невидимо. А чудеса, которым мало-то нет ответа. Кепалумия, греческий остров, расположенный в Яническом море, самый крупный из Янических островов. Население острова менее 50 тысяч человек. На праздник Успения Божьей Матери здесь происходит удивительное явление. Вечером, после захода солнца, к нескольким селам острова с гор начинают ползаться ядовитые змеи. Они собираются там, где некогда находился православный монастырь, а теперь на его месте стоит часовня. Одно из древнейших преданий гласит, что на месте нынешней деревушки Маркопова некогда располагалась женская обица, честь успения Божьей Матери. И вот однажды, когда все мужчины острова били далеко в море на ловле рыбы, монахи не увидели, что к острову приближается корабль пиратов. Монахи возложили все чаяния на Пресвятую Богородицу. Они побежали в церковь и, пав на колени, молили Царицу Небесную о защите. А морские разбойники, уже плечали к берегу, стали высаживаться. Монахи с еще большим усердием возопили к икону. Обезумевшие от предкушения сладостного греха, и ради уже ломились монастырь. Церевьяные ворота не выдержали и рухнули. Ворвавшись на территорию, бандиты остановились как вкопами. Место монашек во дворе они увидели огромных черных змей. В смерти ему мужа все морские разбойники бросились прочь. Простя небеса, Пашадзе, я обещаю навсегда забыть этот остров. Жители деревушки Маркопова утверждают, что в их церкви, на священную честь успения Богородицы, до сих пор находится именно та самая икона Дземи Марии, перед которой просили о заступничество монахини. Этот образ носит имя Богородицы Лангобарской, или по ноге Фитуса, то есть Змеевой Богородицы. Итак, после захода солнца, на кануне праздника Успения, прихожане ожидают появления змей. В этом году мне посчастливилось насчитать 12 представителей класса пресмекающихся. Взял их в руки, люди направляются на литургию, в храме, в котором очень много разных икон, змей ползут вверх и тянутся только к одной, к иконе Божьей Матери. В глазах верующих здесь нет ничего удивительного, либо непонятного. Кафаламия — единственное место в мире, где ядовитые пресмекающиеся во время праздника никому не муносят вреда. Их можно гладить, играть с ними и ощущать себя в гармонии рая. И непроизумно начинать думать, осмысливать, почему Господь в Бог попускает такое чудо, что за силы делает несущих в себе смертельный яд змей, ручными и забитными по отношению к сотням людей и различных возрастов и профессий из многих стран мира. Интересен еще и тот факт, что в те годы, когда змеи не сползали с гор, на острове происходили несчастья. Например, в 1943 году во время фашистской оккупации гитлеровцы расстреляли по одному человеку из каждой семьи. В год перед землетрясением или засухой змейки тоже не являлись людям. Литургия окончена. Змеи сползают со своей излюбленной иконой и покидают церковь. Они стараются как можно быстрее приползти дорогу и скрыться в родных корах. Но если жители предупреждают туристов, что это уже другие дворы, к ним нельзя приближаться и тем более трогать. Теперь это страшные, ядовитые змеи, и не стоит играть с сбой прятки. Богородичные змейки покинули людское поселение и появятся здесь снова ровно через год. А нам, свидетели оснащившегося, остается сказать простую бананную вещь. Святое Божье чудо было для того, чтобы люди вспоминали о Боге и своей гордыне не забивали Творца. Человек познает сей мир с помощью основных пяти чувств, заложенных в него. Освязанием, усом, слухом, обонянием и срами. Ну и трудно, почти невозможно поверить на слово. Чтобы убедиться в истины, мы должны потрогаться, попробовать на вкус, услышать, понюхать или увидеть. И здесь Творец жизни не хочет оставлять нас один на один с нашей верой. Ищущим, сомневающимся, заблудшим, он наглядно демонстрирует свое величие. С первых годов существования христианства наблюдаются удивительные факты выделения мощами святых и их иконами маслянистой жидкости, восхитительного аромата, которые, к тому же, имеют и ничебные свойства. А так, например, известен факт перенесения мощей святого Николая Мерликийского, известного в России как Николая Чудотворца, из Мерликии в итальянский город Бары, где они по ним находятся. Когда гроб с морщами открывали, собравшиеся были поражены увиденными. Морщи святого Николая плавали в мире, распространяя при этом земное благоухание. Что такое мироточение? Согласно большой советской энциклопедии, миро есть искусственно приготовленная маслянистая душистая масса, употребляемая в христианских церковных обрядах. Точнее, в церковном таинстве мира по-настоящему. С одной стороны, это так. Но есть и другое миро, которое готовит сам Господь. И это второе миро содержит в себе билу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!